Итак, всем добрый день. С вами брокерская компания Кичинанс. Меня зовут Дмитрий Шикардин. Я с удовольствием представляю вашему вниманию наш традиционный дневной видеобрифинг «Фрэш». Тема сегодняшнего дня – раздача слонов. О чем я говорю, постараюсь во время брифинга вам объяснить. И сразу же хочу всем предложить поучаствовать в придумывании нового названия для нашего видеобрифинга. Сменить название «Фрэш» на более подходящее к нашему дневному мероприятию название. Поэтому я с удовольствием буду принимать ваше предложение, если такое будет иметься, на свой личный адрес почтовый d.shagardin.sobachkabrokerkf.ru Он в чате у вас с правой стороны написан. Сейчас предлагаю переместиться к рабочему столу и давайте обсудим, что же за раздача слонов мы сейчас наблюдаем на нашем рынке. И не только на нашем. Впрочем, предлагаю переместиться сразу к терминалу Bloomberg и обратиться к вчерашней торговой сессии по европейским и американским рынкам. Напомню, что вчера состоялось одно из важнейших событий уходящей зимы. И в феврале 2012 года это раздача ликвидности со стороны Европейского центрального банка под названием ЛТРО 2.0. ЕЦБ вчера раздал европейским коммерческим банкам кредиты под ставку 1% годовых сроком на 3 года на 580 миллиардов евро. Это программа эквивалентна более чем 650 миллиардов долларов. Большое количество европейских банков поучаствовали в программе ЛТРО, около 800, и количество участников существенно превысило предыдущую программу ЛТРО номер один, которая у нас была в декабре 2011 года. Очень подробно про это написано в вчерашней вечерней статье, опубликованной на сайте broker.ru, где я и подводил итоги ЛТРО 2.0 и возможные последствия этой программы. Поэтому на сайте broker.ru можете ознакомиться с этой статьей и сделать определенные выводы. Также отмечу, что я ожидал, во-первых, высокой волатильности в 14 часов 15 минут по московскому времени на вчерашних торгах и сделал предположение о том, что последствия краткосрочные этого события будут негативными. И в качестве подтверждения я говорил о том, что здесь, скорее всего, сработает стратегия «покупай на слухах, продавай по факту». Рынок очень долго спекулировал на тему запуска второй программы, ну, можно так сказать, количественных смещений со стороны Европейского центрального банка. И, в общем-то, в момент публикации, соответственно, итогов этого аукциона мы увидели такую очень резкую волатильность, огромные покупки, огромные продажи. Такой очень был нервный рынок вплоть до вечерней статистики по американскому ВВП и вплоть до выступления Бена Бернанки вечером. В общем, я надеюсь, что всех мимо этого всей волатильности пронесло и надеюсь, что мало кого затронула вот взрывная волатильность, которую мы увидели вчера на дневной торговле. Что хочу отметить по американской сессии, по европейской вчера. У нас уже открылись, правда, европейские площадки, но, в общем-то, мы видим, что вчера американские индексы снизились на полпроцента, и я вынужден отметить, что объемы торгов на вчерашней сессии резко выросли. Предлагаю сейчас взглянуть на объем торгов. Ну, вот смотрите, сейчас на экранах у вас хорошо видно. Вот среднее относительно 10 последних торговых сессий мы видим, что по индексу S&P объемы торгов резко выросли почти на 20% по отношению к последним 10 дням торговым. По NASDAQ аналогичная ситуация, по Dow Jones, по европейским рынкам, правда, сейчас мы уже здесь не очень хорошо видим, также объемы довольно значительно подскочили на вчерашней сессии. Соответственно, рынок стоит на своих максимумах, и объемы торгов, мы отмечали с вами очень много, в последний день был крайне низким. На днях по бирже NICE были зафиксированы самые низкие объемы за последние десятилетия, но напоминаю еще раз, на вчерашней торговой сессии картина кардинальным образом изменилась, что наводит на самом деле на определенные мысли и, к сожалению, не очень хорошие мысли. Давайте посмотрим на объем торгов по бирже NICE, крупнейшая американская биржа. И вот он график красноречивый, вчера было наторговано примерно 906 миллионов акций, при том, что буквально пару дней назад соответственно объем торгов состоял всего лишь 500 миллионов акций, и это было минимальное значение для всех непраздничных дней на американском рынке. Вот сейчас посмотрим историю, наверное, с года 2005, и увидим, что действительно объемы торгов падают год к году, и в феврале они достигли своих минимальных значений буквально на днях. Я говорю про те дни, когда, про непраздничные дни, соответственно, когда у нас праздники, естественно, объемы торгов априори низкие, и эти дни мы не берем сами в расчет. Так что вчерашнее падение было обусловлено ростом объемов, и все это свидетельствует о том, что, по всей видимости, крупные фонды, которые, естественно, затарились еще, по всей видимости, сразу после понижения рейтинга кредитного США в августе 2011 года, вот они постепенно начинают разгружать свои портфели. Очень интересная статистика была приведена на сайте Zero Hedge, и эта статистика говорит о том, что за последние три торговые сессии индекс Доу тестировал, точнее, находился выше отметки 13 тысяч пунктов примерно 57 раз, и все-таки не смог закрепиться выше этого уровня. Так что пока важные технические уровни не пройдены, и, скорее всего, рынок сейчас постарается несколько отступить от ранее завоеванных максимальных значений, чтобы набраться сил, и с новой силой, как говорится, пойти на пробой отметки 13 тысяч пунктов по индексу Доу-Джонс. Так что пока в краткосрочном моменте все-таки надо признать, что рынок предпочел зафиксировать часть ранее полученных прибыли по факту запуска программы LTO.2.0. Но еще раз повторюсь, это снижение будет, как мне кажется, иметь краткосрочное влияние. Все-таки огромная ликвидность, которую предоставил ЕЦБ, она как-никак просочится на фондовые рынки и на сырьевые площадки. Так что среднесрочный тренд по-прежнему сохраняется в силе, и я бы не ждал каких-то сильных потрясений в ближайшие дни. Сейчас перейдем к экономическому календарю. Я начну его с данных, которые были опубликованы по корейской экономике. Мы на этой неделе уже смотрели статистику по Южной Корее. Дело в том, что очень плохие цифры были опубликованы в этот понедельник по текущему счету, по балансу товаров и услуг. Вчера выходила статистика утром по промышленному производству Южной Кореи. И здесь, кстати, очень позитивные моменты были выявлены по январю месяцу. Это хороший факт. И сегодня утром выходила статистика по объему экспорта за февраль. Очень хороший опережающий такой сигнал мы получили. И вырос экспорт довольно сильно. Вырос он по февралю. Я напоминаю, что Южная Корея – это одна из самых развитых стран Азии. Тоже экспортно-ориентированная экономика. Такая же, как и Китай. И здесь мы получаем пока очень, на самом деле, позитивный сигнал по февралью. Хотя вот в понедельник цифры были очень такие неприятные и очень сильно нас насторожили. Но, тем не менее, поступающие пока данные впоследствии говорят о том, что все действительно пока по азиатскому региону возможно и не так плохо. Сейчас перейдем к данным, которые получили сегодня утром по индексу активности в промышленности Китая. Статистика была опубликована сегодня в 5 часов по московскому времени. Мы видим, что значения индекса PMI Manufacturing оказались выше консенсус прогноза рынка и выше уровня января. Также они оказались выше в разделах 50 пунктов. Соответственно, если значение индекса PMI уходит выше этого уровня, значит, что активность промышленности растет. Если снижение ниже 50, это значит, что активность промышленности деловая замедляется. Но вот мы видим восстановление индекса PMI уже третий месяц подряд. Вот сейчас на этом графике очень хорошо это видно. Минимумы были протестированы у нас в октябре. И вот в ноябре, точнее, в ноябре, и в декабре, в январе и в феврале мы видим рост индекса деловой активности по промышленности Китая. Это не может не радовать. Предлагаю сейчас заглянуть в структуру индекса PMI. Дело в том, что у нас китайская экономика является экспортно ориентированной. И, безусловно, нас интересует компонент новой экспортной заказы. И важно отметить, что именно по этому компоненту мы вышли, точнее, китайские данные вышли выше 50 пунктов. Это очень хорошо. Напомню, что по январю новые экспортные заказы, эта компонента была на уровне 46,9 пункта, намного ниже 50 пунктов. И вообще в последние месяцы очень неприятная картина наблюдалась по этой компоненте. Четыре месяца подряд она находилась ниже 50 пунктов. Но вот в феврале увидели мы неплохое восстановление. Вообще, надо сказать, что по всем компонентам индекс Manufacturing PMI оказался намного лучше январских цифр. Но здесь, опять-таки, важно понимать, что все это может быть лишь таким сезонным фактором. И окончательную картину все-таки надо посмотреть по марту. Если действительно в марте мы получим подтверждение вот этих сильных данных, то действительно можно говорить о том, что деловая активность промышленности Китая набирает по полной мере обороты. Также отмечу, что сегодняшнюю статистику мы получали уже от официальных органов статистики, от Национального бюро статистики и федерации логистики и закупок. И проводился опрос среди менеджеров по закупкам в 820 компаниях китайских среди 28 секторов экономики. Очень важный, очень широкий опрос. Но отмечу, что это опрос среди компаний, в которых высоко влияние государственное участие. То есть, по сути, это государственные компании с капиталом государственным. Но при этом до этого выходил индекс Manufacturing PMI от банка HSBC, который отслеживает ситуацию в частных компаниях китайских. Там тоже, в общем-то, по февралю был замечен некоторый рост. Поэтому китайская статистика сегодня была, в общем-то, позитивной и дает нам некоторую задел на февраль месяц. И, в общем-то, здесь сигнал, на самом деле, фундаментально позитивный, несмотря на то, что рынки сейчас торгуются в несколько таком негативном ключе. Сегодня вечером аналогичный китайскому PMI будет опубликован индекс ASM Manufacturing. Мы о нем тоже много говорим. О нем сегодня утром, конечно же, и Василий говорил. Еще раз напомним, в 19 часов по московскому времени общенациональный индекс ASM Manufacturing, индекс деловой активности в промышленности США за февраль. То, что индекс выходит за февраль, говорит о его, в общем-то, опережающем характере. На самом деле, ожидание достаточно оптимистичный по индексу ASM Manufacturing. 54,5 пункта, намного выше 50 пунктов. Выше, чем по январю. Еще раз отмечаем, что все региональные индексы, которые публиковали свои данные в течение двух недель до публикации ASM Manufacturing, были очень сильными. Все это говорит о том, что, по всей видимости, в феврале американские компании чувствовали себя достаточно неплохо. И по сегодняшнему факту публикации индекса ASM Manufacturing за февраль мы получим позитивные цифры, что, безусловно, будет говорить о том, что серьезные коррекции на фондовых рынках можно, в общем-то, в марте и не ждать. Возможно, темпы роста, конечно, замедлятся по фондовым рынкам, но серьезного снижения сдать не стоит. В очередной раз приведем график динамики индекса S&P 500, наложенный на динамику индексов ASM Manufacturing по американской экономике, по индексам PMI Китая и Европы. Мы видим, что, естественно, индекс ASM Manufacturing по США, изображенный зеленой линией, восстанавливается уже с осени 2011 года и активно растет уже 4 месяца подряд. Китай, как мы уже сказали, 3 месяца подряд показывает позитивную динамику. И красным изображенный индекс PMI по деловой активности в Европе также восстанавливается уже 3 месяца подряд. То есть все крупнейшие регионы мира уверенно растут вверх, и, естественно, этот рост не может не сказываться на индексе широкого рынка, индексе S&P 500. Поэтому в целом по марту можно довольно оптимистично смотреть на динамику фондового рынка, но, конечно же, темпы роста замедлятся, и без коррекции, по всей видимости, в марте уже не обойдется. Но нам важно понимать, насколько сильным является тот импульс, который получила мировая экономика в конце 2011 года, и как долго продлится этот рост. Есть определенные опасения, действительно, по тому, что мы сейчас наблюдаем. База довольно высокая у нас сейчас создана. Так что такие вот дела. Что касается российского рынка, то, в общем-то, сегодня день начали мы с негативной нотки. День начали мы сегодня с гэпа вниз, довольно такого неприятного. Но важно отметить, что, по крайней мере, на двухчасовом и на четырехчасовом графике по индексу ММВБ видно, что серьезной областью поддержки выступает уровень 1580 пунктов. Этот уровень соответствует и на двухчасовом, и на четырехчасовом графике нижней границе, соответственно, канала Боллинжера, который начал резко сужаться. И это говорит о том, что в ближайшее время нас ждет довольно сильное движение. В какую сторону пока остается таким вопросом? Все-таки рынки достаточно перегреты. Но, тем не менее, в общем-то, можно ждать и довольно позитивной динамики в ближайшие торговые сессии. То есть я, в принципе, пока не жду снижения ниже уровня 1570 пунктов. Сейчас на ваших экранах хорошо видно тот канал, который мы сформировали сами в феврале 2011 года. Здесь очень хорошие проторгованные уровни. Очень хорошая поддержка сформировалась в области 1570 пунктов. Хорошая поддержка есть у нас в районе 1545 пунктов. И довольно серьезное сопротивление сосредоточено в области 1600 пунктов по индексу ММВБ. Поэтому выхода из этого диапазона я бы пока в ближайшие дни не ждал. Тем более, что в воскресенье состоятся выборы президента России. И российский рынок в последнее время ведет себя несколько обособленно от мировых площадок. Но, в целом, сила покупателей видна. И, безусловно, пока все складывается достаточно оптимистично, несмотря на сегодняшний такой неприятный гэп вниз. Но важно отметить, что сегодня утром действительно у нас остался недокрытый гэп в районе 1595 пунктов, который, в общем-то, безусловно, надо будет закрывать сегодня. Не сегодня вопрос остается открытым. Но, в общем-то, гэп этот мы будем закрывать. Что касается раздачи слонов, о которой я говорил в начале брифинга, то здесь я имел в виду как раз тот факт, что сейчас крупные фонды, крупные игроки уже, соответственно, составили свои портфели, забили свои портфели уже, как мне кажется, давно всеми бумагами, которыми они хотели, в общем-то, запастись. И сейчас, в общем-то, на рынке, и на российском в том числе, правят спекулянты. И небольшие фонды умные деньги, смарт-мани, они, в общем-то, уже давно сидят в лонгах. Поэтому, с тем учетом, что мы приближаемся уже постепенно к апрелю, к маю, безусловно, часть крупных фондов предпочтет постепенно закрывать свои лонговые позиции, как мне кажется на мой счет, и будет использовать вот такие глобальные события, типа вчерашнего ЛТРО, которые по факту, на самом деле, позитивные, для того, чтобы часть своих позиций сливать, соответственно, спекулянтам и желающим так поспекулировать на том росте, который мы сейчас имеем. То есть я говорю о том, что ожидаю замедления и смены тренда, который мы с вами начали в декабре 2011 года, восходящего серьезного тренда, ближе к, наверное, середине-концу марта 2011 года. Так что пока тренд среднесрочно восходящий, тут, безусловно, играть в шорты достаточно опасно. Ну, про уровни сопротивления поддержки я сказал. Максимум, мне кажется, куда может скорректироваться рынок в случае негативного развития ситуации, это 1550-1545 пунктов, но ниже я индекс пока в ближайшее время не вижу. Напротив, скорее, больше смотрю на то, что мы попробуем пойти в ближайшей перспективе, в перспективе ближайшего месяца все-таки на уровень 1630 пунктов по индексу ММВБ. Вот такие ожидания у меня сегодня. Так что все внимание на индексы SM-Manufacturing сегодня в 19 часов, уже, правда, после закрытия основной сессии по российским площадкам. Несмотря на то, что сегодня мы можем увидеть закрытие на красной территории, в целом, те сигналы макроэкономики, которые мы получаем сегодня по Китаю, по Америке, они все-таки возьмут вверх, возьмут свое в самой ближайшей перспективе. Ну и ликвидность со стороны ЛТРО, со стороны Европейской центрального банка, она, безусловно, просочится на фондовые, на сырьевые площадки. Но, безусловно, без какой-то коррекции нам просто не обойтись. Так что среднесрочный тренд остается в силе, и здесь играем пока что только в среднесрочном периоде от покупок. Такие ожидания. На этом я буду завершать, наверное, наше дневное мероприятие. Еще раз повторюсь свою просьбу ко всем вам. Пожалуйста, прислайте на мой личный адрес возможные варианты смены названия нашего дневного видеобрифинга на мой личный адрес d.shagartinbroker.ru И всем большое спасибо за внимание. Встретимся с вами завтра в 12 часов по московскому времени. И до встречи. До свидания.